Александр Лукашенко боится, боится того, что его окончательно втянет в воронку этого конфликта, у которой нет хорошего будущего. Он боится, что тоже окажется на скамье подсудимых нового Нюрнбергского трибунала. Но, с другой стороны, и сорваться он не может. Он не может уже предать Путина, потому что, скорее всего, для него это будет пулей в голову. Расскажите о себе. Меня зовут Павел Барковский, мне 43 года. По образованию я философ, работал долгое время в Белорусском государственном университете. Но после событий 2020 года вынужден был уйти из государственной структуры, после чего работал в частных компаниях. Ну а сейчас являюсь профессором в Польше. Когда уехали из Беларуси и почему? Уезжал я в начале 2022 года, уезжал по стажировке. Мой уезд был достаточно вынужденный, потому что внутренняя обстановка в стране накалялась все больше, репрессии ужесточались, и я был в группе риска. Ваши первые мысли и чувства 24 февраля. Конечно, первая эмоция была недоверие. Ну как это может начаться война, это же глупо. Ну а вторая эмоция, когда стало понятно, что нет, война все-таки началась. Эмоция страха, потому что нападение совершалось фактически с территории Беларуси. Это было ощущение, как будто твои родные предают близких друзей и близких знакомых. Есть ли друзья и близкие, кто поддерживает войну? Среди моих ближайших родственников, наверное, таких нету. Беларусь вообще с поддержкой войны очень плохо. Если посмотреть данные социологии, которую как-то все-таки умудряются делать наши социологи, хоть это официально запрещено, то процент поддержки войны в любом виде беларусов крайне низкий. Россию в последнее время мы воспринимали как общую угрозу вместе с Украиной. Все, что происходит сейчас в Беларуси, начиная с 2020 года, это в какой-то степени мы рассматриваем как агрессию России просто другими средствами. Почему в Беларуси такой низкий процент поддержки войны? Есть психологическая версия. Беларусь очень сильно потерпела во Вторую мировую войну. На ее территории происходили ожесточенные бои, и территория долгое время была оккупирована немецкой армией. Чуть ли не на генетическом коде было прописано то, что война — это очень плохо. Для многих людей, особенно старшего поколения, высказывание «лишь бы не было войны» — это главные жизненные условия, и все остальное можно потерпеть. Чисто психологически беларусы не готовы к войне. Но дальше добавляются другие обстоятельства, потому что Украину у нас скорее люди воспринимают как хорошего соседа и друзей. Кто виноват в том, что жизни миллионов людей пошли наперекосяк? На самом деле, виноваты мы все. Российский народ виноват не меньше, чем его власть. Ей позволили стать такой, позволили долгое время притеснять свое гражданское общество, вытеснять независимую прессу, сажать оппозиционных политиков, то есть фактически превращать общество в безмолвное стадо. Прямую ответственность несет российская власть, которая пошла на такой способ решения вопросов, начиная еще, собственно, с 2014 года. Ну а если даже посмотреть чуть дальше исторически, это 2008 год агрессии против Грузии, когда фактически тоже были аннексированы определенные территории. Ну и вот и мы, беларусы, как тоже в какой-то степени соучастники преступления, потому что, хоть мы и пытались как-то сместить свое правительство, но нам это не удалось сделать в 2020 году, и фактически теперь мы заложники этой ситуации, когда нашу территорию используют для агрессии, с нее ракеты выпускаются в сторону Украины. Сейчас идет речь о том, что и беларусскую армию могут все-таки вовлечь в этот конфликт. Вовлечь беларусскую армию в конфликт реально? Нам неизвестно точно, насколько сильна зависимость, насколько короткий поводок у Александра Лукашенко по отношению к Путину, насколько он может его заставить. Понятно, что он помогает всеми возможными силами. Он поставляет и боеприпасы, и горючие российской армии, он обучает российских солдат на своей территории. То есть он фактически вовлечен в конфликт. Он дает возможность стрелять со своей территории. Только формально еще беларусские солдаты не стреляют в украинцев. Если его эта воронка затянет окончательно, он, конечно, может отдать приказ. Но тут есть еще одно обстоятельство. Беларусская власть не уверена в том, что беларусская армия будет этот приказ выполнять дословно. То есть есть опасения, что, во-первых, часть солдат может в принципе взбунтоваться, отказаться выполнять этот приказ. Либо другой вариант, что они могут дезертировать и перейти на сторону украинской армии. А для власти это тоже прямая угроза, потому что она останется без своего силового блока. И вот поэтому она балансирует и все время пытается продать российскому руководству сообщение, что нам эти силы нужны здесь. Если мы их как бы потратим, вполне возможно, вы потеряете и Беларусь. Зачем Путину война? Он сейчас в таком возрасте, когда человек уже добился всего, чего он мог хотеть добиваться по жизни. И у него могут поселиться в голове сумасшедшие мысли о величии. То есть с каким ты именем войдешь в историю. Ему, наверное, хочется быть Владимиром, завоевателем или, не знаю, Владимиром, собирателем земель русских. Но, соответственно, тут могут решаться и чисто политические вопросы. НАТО, которое все время приближается к границам России. Тут вот комплекс вопросов. От индивидуальных амбиций Путина до попыток как-то поменять региональный баланс в сторону России. Хотя по факту выходит, что Россия, наоборот, себя очень сильно ослабила. И теперь раздаются голоса наоборот. Как бы Россия не потеряет свои территории, особенно на Дальнем Востоке. Лукашенко. Нужна эта война? В таком виде, как сейчас, наверное, нет. Потому что его устраивала небольшая победоносная война России против ближнего соседа, где он мог бы иметь свой гешефт. Ну, например, освободившиеся для него порты Черного моря, через которые он мог осуществлять транзит своих товаров. Такая версия могла быть. Плюс это оттягивает внимание жителей от внутренних проблем, точно так же, как и в России, и концентрирует их на проблемах соседей. И как бы извечный вот этот посыл, хоть бы не было войны, вот у нас войны нет, посмотрите, что творится рядом. Поэтому с этими он, кстати, лозунгами победил в кампании 15-го года. Вот я не допустил войны в Беларуси, посмотрите, что происходит в Украине. Но вот так, как она сейчас затягивается, когда он видит, что фактически Россия завязла в этой войне по уши, что она утрачивает практически всех международных союзников, что она галяет свои тылы по всей границе, когда там с Калининградской области фактически повыводили войска, возле финской границы практически никого нет, возле границы фактически НАТО. Да, а что там творится на Дальнем Востоке, есть ли там хоть кто-то, кроме пограничников, чтобы защищать китайские рубежи, тоже вопрос. Оголив все границы, фактически рассоившись за большинством союзников и имея очень сомнительных союзников типа Ирана, Александр Лукашенко боится, боится того, что его окончательно втянет воронку этого конфликта, у которой нет хорошего будущего. Он боится, что тоже окажется на суде, на скамье подсудимых нового Нюрнбергского трибунала. Но, с другой стороны, и сорваться он не может. Он не может уже предать Путина, потому что, скорее всего, для него это будет пулей в голову. Изменилось ли в Беларуси отношение к россиянам в результате этой войны? Оно меняется, естественно. Хотя меняется не так стремительно, как у украинцев. Дружба с россиянами, с русскими была долгое время таким ментальным конструктом в сознании, но на уровне мировоззрения. В принципе, было сложно представить, что у нас может быть какой-то кровавый конфликт с ближайшими соседями, русскими или украинцами, или поляками даже. Несмотря на то, что иногда в риторике официально это могло где-то проскальзывать. И по этой причине у беларусов, если смотреть на данные социологии, снижение есть, но оно не экстремальное. Где-то, наверное, четвертая часть общества находится в российском информационном поле, то есть являются зрителями российских информационных агентств, в большинстве своем государственных, естественно, телевизор. И на них тоже в определенной степени воздействует вот этот весь пропагандистский нарратив. Большинство беларусов все-таки скорее поддерживают в этой ситуации своих южных соседей, Украину, и в большей степени готовы сочувствовать именно им, как жертве агрессии, нежели россиянам, чьи интересы для них непрозрачны, они не понимают вот всех этих исторических штук, потому что, ну, по такой логике, давайте немцы начнут требовать Калининград, Кёнингсберг, да, у россиян, который до 45-го года принадлежал Германии. Или же беларусы тоже могут вспомнить, что они Смоленском когда-то владели. Но давайте тоже проведем эферендум в Смоленщине или на Брянщине и посмотрим, куда они хотят вступить. То есть это совершенно ящик Пандоры, это совершенно безумный способ решения международных вопросов. Отношение украинцев к беларусам изменилось? Да, и это тоже показывает результаты опросов. И по последнему вопросу для нас изменения не очень хорошие, потому что более половины украинцев стали негативно относиться к беларусам. Это, конечно, несравнимо с почти 90% неприязни к россиянам, но тоже очень много для соседней страны, соседнего народа. Вы как-то выражаете свой протест против войны? Я выражаю его, в общем-то, ежедневно, но мне проще, поскольку я нахожусь за границей. Другое дело, что как это делать сейчас людям, которые находятся внутри страны? Потому что за любые публичные высказывания антивоенной позиции, даже просто за вывешивание украинского флага, людям угрожают реальными сроками. Конечно, белорусские партизаны, да, они до сих пор высказываются с помощью граффити, с помощью каких-то таких перформансов акций. Но это уже стало гораздо труднее делать, потому что люди, конечно, боятся. Мы живем в атмосфере террора последние два года. Какое будущее ждет Беларусь? Для белорусов, конечно, самый оптимистичный сценарий это смутное время в России, когда произойдет некий частичный распад этой системы, и политикам в России станет не до своих западных соседей. То есть в такой ситуации есть большой шанс того, что Беларусь сможет повторить путь стран Балтии, то есть выйти из орбиты притяжения Москвы, стать такой маленькой, скучной европейской страной и, соответственно, иметь свою возможность дальше идти демократическим путем. Потому что сейчас фактически власть Александра Лукашенко надержится во многом на страхе, репрессиях и в том числе российских штыках. В 2020 году многие понимали, что если бы белорусская эволюция условно удалось бы тогда победить, то, скорее всего, российская армия бы уже была в Беларуси. Как будут складываться будущие отношения Беларуси и Украины? Несмотря на вот эту посеянную между нами вражду, мне все-таки кажется, что у белорусов с украинцами есть слишком много общего, общей истории, общих интересов, общей памяти и прочего, чтобы все-таки преодолеть последствия этих конфликтов. Если Россия станет страной, которая будет больше заботиться все-таки о внутренней политике, чем о внешней, тогда, я уверен, самые оптимистичные прогнозы у нашего взаимного соседства. Вы готовы вернуться в Беларусь? При каких условиях? Прямо сейчас мне возвращаться в Беларусь достаточно опасно. По возвращении я тут же попаду в тюрьму. В силу того, что я достаточно публичный человек, я не скрываю свою позицию. Здесь я, наверное, полезнее буду, чем просто сидя за решеткой, где пополню количество политических заключенных, которых в Беларуси и так уже больше тысячи трехсот. Как только ситуация изменится, я настроен возвращаться и работать на будущее своей страны. Мне стыдно, мне плохо, мне больно. Я понимаю, что это просто чудовищное преступление. Я просто поставила себя на место граждан Украины, которые живет, любят свою страну. Я не могу молчать больше. Я не могу держать это в себе. Это страшно, вот в это поверить, что наши солдаты убивают мирных людей. Как 24 февраля изменила жизнь россиян? Голоса против войны в новом проекте команды ТВ-2 очевидцы на Первом информационном.